Добрый день! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. Первые кадры после нападения. Не надо было к себе. Сильно к нам опустил? Новые подробности ЧП, когда собака напала на 14-летнего ребенка. У аграриев остаются считанные дни. С каким показателем сельхозпроизводители выходят на финишную прямую непростой уборочной кампании. На оглашении приговора оказался не таким резвым, как на дороге. Сашечка! Убил человека. Убил он ее. Убил. Убил нас и все. Какой вердикт суд вынес виновнику смертельного ДТП? Почему водитель покинул место аварии, а явка с повинной не стала смягчающим обстоятельством? Чемпион мира, известный ученый, а теперь и телеведущий. Аттерский опыт, он вообще суперэксперинс. Новый. Омский инженер стал героем нового фильма 12-го канала. Омск, ты просто космос! Чем кроме своих научных достижений амичи будут удивлять на международной выставке ВДНХ? Начинаем выпуск с новых подробностей резонансной истории. В распоряжении 12-го канала появились первые кадры после нападения собаки на 14-летнего мальчика. Понимаешь, я буду сонно все начинают. Не надо было к себе. Сильно прям укусил. Также на видеозаписи с домофона видно, как женщина после инцидента спокойно идет с собакой домой, даже не пытаясь оказать первую помощь пострадавшему. Полицейские уже допросили амичку и оказалась 45-летняя жительница соседнего дома. Владелица собаки пояснила, что не разрешала ребятам гладить животное, но они не послушались. Из-за этого пес напал на одного школьника и укусил его за лицо и плечо. Ребенок до сих пор находится в больнице. В отношении хозяйки возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности и грозит штраф до 80 тысяч рублей. Почему домашний питомец мог проявить агрессию, а также новые подробности резонансной истории в итоговом выпуске часа новостей в 19.30. И к другим темам. В Омской области хлеборобы уже намолотили больше 2 миллионов тонн зерна. А как сообщил глава региона Виталий Хаценко, сейчас переработано порядка 93% уборочных площадей. Сегодня аграрии собрали практически весь урожай. На парях осталось всего несколько культур. Также сельхозпроизводители убрали свыше 3-х свод 80 тонн картофеля, больше 71 тонн овощей. Завершить уборочную планируют в ближайшее время. И сегодня стало известно, что стенд нашего региона на международной выставке ВДНХ будет называться «Омск, ты просто космос». В центре разместится макет ракеты «Ангара», ведь Омская область – это опора оборонной системы России. Также гостей будет ждать яркая и насыщенная программа, симфонический оркестр, батл-квартетов народных инструментов, свадебный обряд сторожилов и спортивные активности от школы «Шторм» и самого сильного человека страны – Амича Михаила Шевлякова. И, конечно, наши лучшие продукты. Мои коллеги уже пообщались с Амичами, которые примут участие в выставке. Как готовят детали экспозиции, что еще будет представлено и когда можно будет увидеть стенд нашего региона. Не пропустите в следующих выпусках «Час новостей». Первый дом в Омске, построенный по масштабному инвестпроекту, почти готов. Речь о высотке в новом жилом квартале в Центральном округе. Микрорайону уже присвоено название «Новый Амур». Дом состоит из восьми этажей на 160 квартир. По словам застройщика, жилье возводилось по улучшенным стандартам качества. Сейчас в многоэтажке завершены отделочные работы, застеклены балконы, смонтирована сантехника, входные и межкомнатные двери. А на фасаде оборудовали архитектурную подсветку. Во дворе заканчивается благоустройство. Эта территория будет свободна от машин. Также здесь обустроят спортивную площадку с резиновым покрытием, воротами, баскетбольными кольцами, игровую для малышей, для отдыха, крытые беседки. Параллельно идет строительство еще двух восьмиэтажных домов из первой очереди проекта. Добавлю, что по соглашению с правительством региона застройщик передаст 5% готового жилья фонда Омской области. Оно будет выдано очередникам. Уже в этом году 10 квартир распределят между детьми-сиротами, обманутыми дольщиками, участниками программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Научный эксперимент под прицелом телекамер автора нового проекта нашего медиахолдинга «Солнце Сибири» приступили к съемкам. Запечатлели установку умных солнечных панелей. Это разработка инженера Тимура Литовского. Выпускник Омского политеха заявил, что сможет увеличить эффективность выработки солнечной энергии. Для этого он придумал устройство, которое следит за Солнцем 24 на 7. Подробности в сюжете Юлии Комаровой. Инженер Тимур Олитовский ко всему подходит с научной точки зрения. Досконально изучает причинно-следственные связи своих реплик в сценарии. У нас вообще кадр с чего будет начинаться? С космоса. С космоса. По картинке космос. В жук-жук. И ты появляешься в виртуальном вот этом. Ты говорю, можешь на... А, то есть я такой типа «воу». Да, чуть-чуть. Ну не то, что «воу», ты не первый раз. Ты уже тестил это все. Фух, ага. Ведущий и телегерой одновременно станет проводником для зрителей из мира реальности в виртуальной. Авторы создают девушку-3D-модель с помощью диджитал-технологий, с которой и будет общаться инженер. Опыт такой прям новый, очень новый. Непросто, честно скажу. Думал, чуть-чуть будет иначе. Думал, какая-то будет хотя бы манекенчик вот здесь вот справа от меня стоять, вот так. Я буду хотя бы ему в лицо что-то говорить. Поэтому такой актерский опыт, он вообще суперэкспириенс, новый. Документальные эпизоды проекта снимаются без предварительной раскадровки. Здесь важна правда жизни. На одном из предприятий Омска Тимур устанавливает свой опытный образец солнечных панелей с поворотным механизмом. Она еще и вот так ходит, да? Смотри. Ага. Так это нормально, это же движущаяся часть. Заняться всерьез солнечной энергетикой Тимур решил в 2020 году, когда он завершил профессиональную спортивную карьеру. Теперь двукратный чемпион мира по аэробной гимнастике наматывает километры вокруг своей авторской разработки. Панели этой установки могут ловить солнечные лучи круглосуточно. Наша установка, она может вырабатывать летом энергию уже с шести утра. За счет того, что как только солнце как бы встало, она уже его видит, поворачивается на него и начинает, собственно, вырабатывать энергию. Таким образом, в совокупности у нас общая выработка там суточная может превышать 55%. Очень здорово, что мы успели снять тот процесс, когда он занимается непосредственно своей установкой. Он будет проводить эксперимент в течение полугода. И мне кажется, для нас, как для журналистов, большая удача понаблюдать за этим процессом. Он будет проверять эффективность. Рядом будут стоять обычные солнечные панели и панели с поворотным механизмом, который придумал Тимур. Насколько удачным окажется эксперимент, зрители узнают уже в марте. Научно-популярный проект «Солнце Сибири» реализуется на средства гранта президентского фонда культурных инициатив. Юлия Комарова, Наталья Смага, Матвей Олемский, Ольга Сокова, 12 канал. Тысячи кубометров мусора вывезли с улицы Омска во время масштабного субботника. Уборка занимались не только сотрудники управления дорожного хозяйства и благоустройства. Активно поддержали и жители города, а только рабочих. На улице Омска вышло 1400 человек и 300 линец техники. Еще примерно столько же активистов. Порядок навели на пешеходных территориях. Убрали мусор вдоль дорог, скверах и в частном секторе. После субботника с городских улиц вывезено больше 1100 кубометров мусора. Мэр Сергей Шелест поблагодарил всех амичей и работников дорожного хозяйства за труд. А вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску новостей. Смотрите в 19.30. О спортивном прошлом напоминают только руины. Казалось бы, стадион – идеальное место для того, чтобы заниматься спортом. Однако жители микрорайона приходят сюда для того, чтобы собирать ягоды. Наследие Советского Союза в Первокирпичном собираются снести. Но местные жители против и просят, чтобы стадион восстановили. Есть ли решение, которое устроит всех? Разбиралась Анастасия Вишова. Подробности в 19.30. Вердикт без смягчающих обстоятельств. Октябрьский районный суд сегодня вынес приговор Лихачу, который буквально снес пенсионерку на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло на улице Хабаровской в мае. Водитель мчал со скоростью больше 100 км в час и даже не попытался притормозить перед зеброй. Итогом грубого нарушения правил дорожного движения стала смерть пешехода. Как оправдывает себя любитель больших скоростей? Что, думаю, это мечи, которых подсудимый лишил жены и матери? Подробности у Ангелины Руновой. Последний акт трагедии в Октябрьском округе. Пенсионер, которого Лихач в одну минуту лишил супруги, выступает с трогательной речью. Рассказывает, как жизнь его семьи на до и после разделила смертельное ДТП. В каждом слове – тоска и печаль. Я хочу подчеркнуть, это была действительно любовь. И мне непросто сейчас выразить свои отношения ко всему произошедшему. 18 мая – день трагедии. Водитель немецкого кроссовера мчит по улице Хабаровской в направлении 4-й транспортной. На большой скорости идет на обгон. Игнорирует дорожные знаки и вылетает навстречу. 65-летнюю пенсионерку на «Зебре» водитель люксовой иномарки замечает в последний момент. Автомобиль сбивает амичку. Сильный удар. Женщина переворачивается в воздухе и на несколько метров отлетает от «Зебры». Сашечка! Сашечка! Убил человека. Убил он ее? Убил. Убил на себе все. Виновник ДТП спешит к жертве. А когда убеждается в том, что пенсионерка мертва, сбегает с места ЧП. Теперь уже в зале суда заявляет. Заботился о впечатлительной пассажирке. Когда человек говорит, что сейчас увези меня отсюда. Я реально в тот момент опасался за ее жизнь. И поверил словам. Решил, просил его идти или в больницу, или в аптеку для принятия препаратов. И хотя через пару часов после трагедии виновник добровольно сдался полиции, смягчающим обстоятельством это все же не стало. Установлено на скамье подсудимых злостный нарушитель. Водитель кроссовера и прежде пренебрегал правилами дорожного движения. За последние полтора года больше десяти раз привлекался к административной ответственности. В том числе из-за оставления места ДТП. Это социально опасный элемент. Таких людей нужно изолировать от общества. Прокурор с претензиями вдовца согласилась. И потребовала отправить виновника смертельной аварии в тюрьму на семь лет. Но суд распорядился иначе. Вердикт пять лет колонии общего режима. Под стражу лихача берут в зале суда. У ОМИЧа 15 суток, чтобы подать апелляцию и попытаться обжаловать приговор. Также он должен выплатить супругу погибшей пенсионерки 1 миллион 700 тысяч рублей. Ангелина Рунова, Владислав Осинцев, 12 канал. Примерили кресло министров в рамках всероссийской акции. Первые в профессии омские школьники побывали в здании регионального правительства. Таким образом ребята смогли лично познакомиться с работой государственных органов власти. Они посетили зал заседаний, конференц-зал, ситуационный центр, зал переговоров. Осмотрели галереи губернаторов и почетных граждан Омской области. Экскурсию для ребят провела министр региональной политики и массовых коммуникаций Анастасия Терпугова. Организатор мероприятия Омское отделение организации «Движение первых». Отмечу, что также школьники посещают различные предприятия и даже участвуют в профессиональных пробах. Мне очень нравится возможность познакомиться поближе с разными профессиями. Потому что, может быть, это изменит мой выбор в будущем. Ребятам предоставляется возможность узнать поближе с профессиями в Омской области, познакомиться с этими направлениями, ну и определиться в будущем с выбором профессии. Для учеников профориентация, а для педагогов уроки стиля в рамках нового проекта. Для учителей прошли мастер-классы от профессиональных визажистов и дизайнеров, а также уроки танцев, верховой езды, рисования, самообороны, игры на барабанах и многое другое. В течение четырех месяцев преподаватели проходили внутреннюю трансформацию и изучали новое для себя направление. Проект прошел в регионе впервые и был приурочен к году педагога и наставника. И теперь он станет доброй традицией. Ведь, как говорят сами учителя, они не только попробовали что-то интересное, но и с помощью урока в стиле стали чувствовать себя увереннее. А это однозначно положительно отразится на работе. Нам давали советы, как правильно одеваться, что педагог – это не только тот человек, который должен всегда выглядеть строго, а то, что мы можем еще выглядеть как-то по-другому. А потом у нас были мастер-классы, для каждого свой. Мне достался мастер-класс, это по плетению браслетов. Я сделала своими руками браслеты для своих трех дочек. Мы решили сделать такой проект, который покажет педагогов не просто с профессиональной точки зрения, а еще и с человеческой. Вы можете немножко трансформироваться и просто сделает их немножко счастливее. И от этого, наверное, и качество образовательного процесса станет лучше. И о спорте. В Омске открылся еще один скалодром для детей. Спортплощадку оборудовали в Доме творчества «Октябрьский». Освоить скалолазание уже решили 75 школьников. Новое спортивное пространство открыли благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» на спроекта образования. Подобрали помещение, сделали косметический ремонт, закупили и смонтировали нужное оборудование. Специально для скалодрома подготовили педагога. Добавлю, что весной в этом же Доме творчества открыли новый спортивный зал. Посмотреть программу занятий можно на информационном портале «Навигатор» дополнительного образования Омска области. Ну а уже состоявшиеся спортсмены, игроки команды «Нефтяник Титан» готовятся к новому матчу на выезде. Волчицам уже в четверг предстоит турнир с одним из лидеров женского баскетбола России у ГМК из Екатеринбурга. Какие прогнозы на игру узнаем у нашего спортивного обозревателя Алексея Дарьева. Футболисты «Иртыша» на этой неделе проведут очередной матч в рамках первенства России среди клуба второй лиги дивизион «Азолотая группа». 15 октября на поле футбольного манежа спорткомплекса «Красная звезда» омичи примут столичный «Велес». Команда из Москвы сейчас занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от идущих восьмыми омичей на одну строчку. На счету «Велеса» 16 набранных очков после 13 проведенных игр. Что касается «Иртыша», то в предыдущем туре «Белосинии» смогли, наконец-то, прервать неудачную серию, составившую 9 встреч подряд, в которых подопечные Валерия Петракова не могли победить. И вот на своем поле повержен ФК Уфа. Ключевой момент игры произошел уже на шестой минуте, когда несогласованность игроков башкортостанского клуба завершилась автоголом в их исполнении. Больше забитых мячей в тот вечер болельщики не увидели. Впрочем, для минимальной победы хозяев поля и этого оказалось достаточно. Предстоящее воскресенье встреча «Иртыш-Велес» начнется в 17 часов. БК «Нефтяник Титан», представляющий наш регион в элитном дивизионе российского женского баскетбола, в ближайший четверг, 12 октября, сыграет в Екатеринбурге против клуба УГНК. Для «Волчиц» это будет второй поединок в рамках чемпионата страны, в котором мячки стартовали не так успешно, как в Кубке России. В предыдущем туре наша дружина в Москве уступила команде МБА. Матч закончился со счетом 87 на 72 в пользу столичных баскетболисток. А вот уральская команда свой стартовый поединок в нынешнем чемпионате уверенно выиграла. В гостях «Лисицы» взяли верх над московским «Динамо». Итоговый счет 86 на 62 в пользу УГНК. Амичка Дарья Казанцева выиграла золотую медаль, прошедшего в Бишкеке первенства мира по самбо. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 стран. Наша самбистка завоевала чемпионский титул первенства мира в весовой категории 72 килограмма. В финальном поединке она одержала победу над соперницей из Монголии Уран-Улзии Ануджин. Алексей Дарьев, 12 канал. Новый выпуск программы «Местные жители» сегодня будет идти намного дольше. Хронометраж целый час. Богатый материал наши коллеги привезли из Тарского района. Героями передачи стали отец и сын Медведевы, которые посвятили себя служению природе. Поселились они прямо в охотхозяйстве. В Тагеи прожили здесь 23 года. Охотхозяйство появилось еще в советские времена. Оно было создано для воспроизводства и охраны животных. Этим занимаются по сей день. Здесь водятся кабаны, лоси, моралы, медведи, волки, лисы, глухари. Сегодня вы услышите откровения, невыдуманные истории от бывалых охотников и увидите уникальные кадры, снятые в реликтовой Таге. Не пропустите новый выпуск программы «Местные жители» с Оксаной Савочкиной сегодня в 20.00 на 12 канале. И последнее. Малыши кенгуру из Большереченского зоопарка получили имена. Напомню, ранее работники объявили конкурс и предложили выбрать клички для новых жителей. Победителю обещали подарить два пригласительных зоопарка. Белочку Дегу или джунгарского хомяка. Питомца он может забрать по желанию. В итоге победили имена Юнона и Авось. Отмечу, питомцев семейства сумчатых доставили в Большереченский зоопарк из Новосибирска. В скором времени для них обустроят отдельный барьер. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра, 11 октября, в Омске малооблачно. Ночная температура 9-10, со знаком плюс. Температура воздуха днем плюс 9-12. В районах переменной облачной с ночью плюс 8-9. Дневная температура 8-11 градусов выше нуля. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Итоги дня подведем в 19.30. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин